Вы, наверное, думаете, что я специально кривляюсь и очень плохо это делаю специально для видео, но это не так. Вот это, по-моему, было не так ужасно, как все остальное. Привет! Сегодня видос про соус, который сделает твои биты на тысячу процентов вайбове. Это голосовые сэмплы. Выясним, где их брать, как их использовать, как их обрабатывать и как с нуля создавать их с помощью искусственного интеллекта. И сразу предлагаю тебе сделку. Если ты узнаешь что-то новое из этого видео, то с тебя лайк. А новое тут точно будет, так что предлагаю поставить лайк авансом. И вот такой биток я набросал для примера. И самый первый и простой способ использовать и найти голосовые сэмплы, это скачать бесплатный пак, например, от Sematics. Вот тут есть Vocal Collection. Находим сэмпл, который в нашей тональности. Это F-sharp минор. Просто перетаскиваем. В настройках сэмпла в моде ставим stretch. Крутилкой time подгоняем его под наш темп. Ну, хорошо бы убавить. А если ты внезапно не нашел сэмпл со своей тональностью, то находим что-нибудь другое. Например, вот это. DM. И сейчас мы его запитчем, но опять же сначала в моде ставим stretch. Time подгоняем его под наш проект. Убеждаемся, что звучит он явно не в тон. Видим, что он DM. А наша тональность F-sharp M. И чтобы DM стал F-sharp M, нам нужно поднять его с DM на 1, 2, 3, 4 полутона, то есть 400 центов. Вот эту крутилку питч крутим на 400 центов. Но чтобы было по вайбове, можно опустить его на октаву, то есть на 1200 центов. То есть было плюс 400 и крутим в минус 800. Ну, либо оставляем плюс 400. И если мы в моде выбрали stretch, то в рейнже можем выставить 12 и опустить полностью вниз. Результат абсолютно один и тот же. А если какая-то из частей вам не нравится, то ее всегда можно просто отрезать лезвием. Вот так оп, вот так оп. И в FL Studio 21 мы наконец-то можем сделать вот так вот. Как здорово. Если хочешь видос о главных причинах, почему стоит перейти на FL Studio 21, напиши в комментариях. Второй уровень использования, это если ты нашел голосовой сэмпл, например на сплайсе. Но он все равно звучит как-то не идеально. Дабл-клик на него, правая кнопка мышки Edit in Pitch Corrector. Он открывается в ньютоне, тут мы можем подровнять питч. На сэмпле написано CM, и первая нота действительно C, но она чуть-чуть отходит от точного значения ноты в герцах. И мы можем подкрутить крутилку центр и немножко сместить ее обратно. То есть когда мы крутим центр, ноты стремятся к точному значению ноты в герцах. Центр можно крутить близко к максимуму, а рядом есть крутилка variation, который отвечает за маленькие колебания частоты внутри каждой нотки. Если мы покрутим ее в максимум, то эти колебания, прям видно, что они увеличиваются. Если мы покрутим в минимум, то ноты становятся ровной линией. В минимум крутить точно не надо, потому что звучать будет совсем неестественно. И тут у нас супер длинные ноты, так что мы можем с ними как-то поприкалываться. Например, вот эту ноту еще сильнее растянуть. Ну не так, а вот типа вот так. Ну вроде нормально, сильно артефактов не слышно. Теперь нажимаем C, и появившимся лезвием можем порезать ее пополам. Отжимаем C и поднимаем ноту обратно вот на это же значение. И таким образом можно вообще новую мелодию в голосовых сэмплах рисовать. Если вы обеспеченный гражданин, и Ньютон у вас нет реальный, как у меня, то вы можете зажать эту кнопку и вот так вот перебросить получившийся сэмпл в плейлист. Но мой Ньютон перебросит его без изменений, так что я вынужден поставить на запись после Ньютона Эдисон, и уже из Эдисона перетащить это на плейлист. Также опускаем сэмпл на 600 центов. И тут видно, что последнюю ноту мы довольно сильно растянули, и она по-прежнему звучит неплохо. А вот вторая нота по-прежнему мне не очень нравится, так что я ее вырежу. И вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio 20 от Адая, который отлично подойдет даже новичкам. То есть даже если ты ни разу не открывал FL Studio, то по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей, и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео и в закрепленном комментарии, так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Еще в FL Studio недавно появился режим Stretch Pro. От просто Stretch он отличается тем, что в режиме Stretch. Когда ставим Pitch минус 600, это минус 600 и на форманту, и на Pitch. А если мы ставим режим Stretch Pro, то Pitch минус 600, а форманта осталось на нуле. То есть мы можем форманты крутить отдельно, например, сделать ее еще ниже, например, минус 1000. Низковато, а если минус 800? Так голос становится еще чуть-чуть ниже, но Pitch по-прежнему в тон, и все звучит отлично. Вообще форманты это первое, что я кручу у голосового сэмпла, который мне понравился. Ну и вокс-чопы. Они часто бывают всему там, где не подходят длинные голосовые сэмплы. Снова обращаемся к паку Simmatics. Неплохо, вот этот подходит. 98 bpm A-sharp-minor. Моментальная викторина. Приз – чувство собственного величия. Насколько центов нужно запичить A-sharp-minor, чтобы он стал F-sharp-minor. Три секунды на раздумье. Раз, два, три. Четыре полутона или 400 центов вниз. И тогда A-sharp-minor станет F-sharp-minor. И отдельно для возоколобых это C-bemol-minor и C-bemol-minor. Они F-sharp и A-sharp в комментах пишут. Душнил и бух. Осветитель упал. Питчем на минус 400. Ставим стретч. Подгоняем. Для чопов я стараюсь использовать что-то такое без каких-то конкретных слов. Так, по-моему, прикольнее звучит. И, кстати, где брать голосовые сэпплы, в том числе вот такие, вот я написал в телеграм-канале. Ссылочка в описании и QR-код на экране. Там же, кстати, будет полный бит из этого видео. К слову, наверное, еще можно поставить стретч-про и пониже сделать формат. Но 800 хорошо звучит. Теперь ищем какие-то прикольные моменты, из которых можно собрать какую-то мелодию. Самый беспроигрышный вариант – это поставить что-то на место, где должен ударять snare, если это особенно вступление. И, например, вот так и... И тут вот этот кусок прям и поставим сюда. Да? О, какой классный кроссфейт. Мне так нравится. Как мы без этого жили? И вообще, это можно было бы просто вот так вот продублировать на все вступление. Но ближе к концу прикольнее было бы вкинуть что-нибудь интересненькое. И вот это. Последний кусок мы тоже поменяем. Ему отпилим начало. Отлично. И еще вот этот «ууууу» мы растянем, чтобы он заходил уже на следующую часть вступления. По-моему, очень прикольно звучит. Он как бы становится частью разгона. Теперь немножко про обработки голосовых сэмплов. Первое, что я обычно вешаю – это диллей. Это пинг-понг. Это иногда лоу-фай. Это всегда 1.8 или 1.4. Задираем хай-пасс, лоу-пасс. Драйваем в районе 40. явно слышно что 40 много 30 много давайте 20 вот так хорошо после этого я обычно ставлю винтаж верб можно задрать ему low cut и убавить микс и оставить стандартный пресет но если хочется капельку чуть-чуточку расширить голосовой сэмпл то рекомендую попробовать эмбиенс эмбиенс и ловить тоже миксом все но я опять же low cut немножко задрать он остается как бы близким потому что это маленькое пространство но при этом он немножко становится шире и все-таки подальше и ловим громкость просто и если ничего не режет уши то в целом больше можно ничего не вижу там некий эквалайзера компрессии и так далее но если чуть-чуть капельку нужно что-то подровнять то всегда можно воспользоваться вот этим эквалайзером и теперь самое интересное как сделать голосовой сэмпл с нуля очень просто спеть это отличный вариант если у тебя в голове есть мелодия для голосового сэмпла даже если ты совсем не умеешь петь как я первым делом я продублирую несколько раз кусок на который я хочу напевать чтобы у меня было как минимум несколько попыток теперь на микшере на каком-нибудь из каналов выбираем input yes of course ой какая задержка большая и чтобы задержка стала меньше отключаем все плагин а чтобы не умереть от кринжа ставим какой-нибудь realtime tune minor f sharp я постараюсь вам включить запись звука с эффектами и какой кринж у меня есть мелодия в голове я не буду полностью вставлять момент как я это пою потому что это ужасно включаем запись правая кнопка убеждаемся что аудио пишется и что на канале записью есть вот эта красная точка и нажимаем воспроизведение наверное думаете что я специально кривляюсь и очень плохо это делаю специально для видео но это не так я так пою это очень плохо и чтобы доходить к чему-нибудь привести правой кнопкой мышки edit pitch corrector какой трэш вот это по моему было не так ужасно как все остальное печать мы это будем довольно жесткой можем нажимать волшебную правую кнопку которая автоматом приводит ноту к центру вот так вот так ой-ой-ой какой кошмар ой-ой-ой есть небольшая вероятность что нужно было потренироваться сначала после такого вообще 10 баксов в месяц за сплайс абсолютно нормальная цена ладно давайте страть про и опустим хотя бы форманты на 1200 центов это хоть как-то звучит этот мой вокал мы еще исправим с помощью искусственного интеллекта пока обработка прикольно сэмплы звучат когда они в стерео этот ярко выражена моно так что озон и майдер со стерео айзом довольно жестко его расширяем как в некоторых случаях еще круто звучит если вот так вот полочкой брать после этого мид ой как больно может там есть стейки где лучше это сделал вот так нормально как нормально приемлемо вот так сейчас этот кусок подставим туда а это все равно очень плохо но если бы это было очень хорошо нам не нужен был бы искусственный интеллект все это солируем control alt c без эффектов консолидейте вот этот сайт название на экране в него просто перетаскиваем наш вокальчик тут мы можем выбрать несколько голосов бесплатная версия немножко ограничен в опциях но но даже бесплатно на вполне хватит выбрали голос жмем remix появилась не идеально давайте попробуем в проект и нажимаем скачать и опускаем форманту также вот все хорошо кроме вот этого куска давайте его все-таки попить чем а я понял я поставил на а шарф вместо б да блин вот так прям слышно что нормально звучит это определенно лучше звучит чем то что я спел так как у меня все записано это не образец качества но давайте сымитируем прям плохую запись вот мало верха мало низа иногда клиппинг теперь мы все это ресэмблим с эффектами и загоняем в эту нейросеть вновь на что на это скажешь бездушная машина да нормально даже за шакарную запись вытянул так что запись и на телефон проканает только надо будет немножко потюнить а если у вас главе есть вокальная мелодия то можно записать и на комте флки чтобы на этот флкис ориентироваться когда вы будете петь тогда звучать будет точно лучше чем у меня вот такой видос получился если узнал что-то новое ставь видосу лайк и подпишись на канал если ты этого еще не сделал потому что давно пора подпишись прямо сейчас и напоминаю что мне есть видео курс по битмекингу фл studio 20 который отлично подойдет даже новичка узнать подробнее у меня ссылка в описании и в закрепе список мест где можно взять голосовые сэмплы и вот этот готовый бит у меня в telegram канале ссылка в описании на этом у меня уже точно все с вами был стас гарф прод пока буду ждать вас в следующем видео